Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Спикер Молдавского парламента обвинил верховного главнокомандующего в подрыве армии и ее боеспособности. Напомню, президент страны запретил нашим военнослужащим участвовать в учениях «Быстрый трезубец», которые в эти дни проходят в Украине. Чем именно занимаются военнослужащие национальной армии в соседней стране, неизвестно. Однако ранее спикер парламента пообещал, что после учений молдавская армия в составе 57 человек вернется могучей, страшной и непобедимой. Укреплят ли обороноспособность нашей страны участие в таких проектах? На чем основываются главные принципы построения национальной безопасности? Об этом и не только поговорим с сегодняшним гостем программы, бывшим министром национальной безопасности Республики Молдову Анатолием Плугару. Здравствуйте! Ну, согласно официальной версии, точнее позиции, нашу армию вот на этих учениях, которые проходят в Украине в эти дни, обучили и обучают рассчитывать траекторию наступательных вооружений, в данном случае стратегических ракет, управлять системами ПВО, нейтрализацией ПВО противника и радаров, спутниковом слежения, несения ударов, как говорят, с космоса. Насколько это все нам необходимо? Мы страна, в Конституции которой написано о том, что мы являемся страной нейтральной. Мы стараемся избегать участия во всевозможных, ну, будем говорить, пока, слава Богу, не было участия в вооруженных конфликтах. Да, мы принимаем участие в миротворческих операциях, участвуем и по линии ООН, и по линии НАТО. Тем не менее, не было в гордости наших военных, в их биографии, в страниц участия в вооруженных конфликтах. Мы страна, придерживающаяся нейтралитета. И тем не менее, смотрите, говорится о том, что вот в этих учениях в Украине, в стране, кстати, которая раздираема вооруженным конфликтом, учения проходят на территории страны, которая, как мне кажется, по, так сказать, по нормам ООН не имеет права принимать у себя на территории воинские учения сразу международного характера. И тем не менее, вот молдавские военные поехали. Насколько это действительно нам необходимо, насколько это и служит укреплению национальной безопасности нашей страны? Ну, давайте начнем с того, что то, что там происходит наверху у них, вызывает, к сожалению, у подавляющего большинства населения. Народ для того направил те или иные политические силы наверх во власти, чтобы они там договаривались, не ругались, как люди, партии, группы, классы, подклассы внизу, а чтобы договаривались во имя интересов страны. Не ругаться, я подчеркиваю. Во-вторых, я предлагаю разделить ваш вопрос на две части. Первая часть – целесообразность этого или не целесообразность этого шага. И вторая – правомерность, правомощность, правосубъектность тех или иных должностных лиц, которые в данном случае приняли такие противоречивые решения. И начнем мы, давайте, с правомочий, с полномочий. Нет такого должностного лица, нет такого закона в нашей стране, которое бы посягнуло бы иным образом, чем это сказано в Конституции, на полномочии президента страны по обеспечению обороноспособности и безопасности страны. Следовательно, единственное должностное лицо, которое управляет армией, в данном случае и во всех остальных случаях, это президент Республики Молдова, главнокомандующий. Нравится это кому-то, не нравится. Я какое-то время, там, раздвускал свои отношения к президентским выборам, к тому, но случилось то, что случилось. 800 с чем-то тысяч человек дали голос за нынешнего президента, свой голос за Додона Игоря Николаевича. А следовательно, и вся страна, и все граждане, и, разумеется, все военнослужащие нашего государства должны этому человеку подчиниться. Ибо речь, в конце концов, не идет о личном подчинении, речь идет о подчинении высшему должностному лицу нашего государства. Таким образом, если с правовой точки зрения, то все те, которые отказались, воспротивились, не дали осуществиться соответствующему приказу главнокомандующего, совершают должностные преступления. Я так говорю прямо, как человек, не могу смыслящий в этих делах, есть такой раздел в уголовном кодексе, есть служебные преступления, воинские преступления, и рано или поздно, если кто-то захочет поставить вопрос о привлечении к ответственности, к уголовной частности, от тех лиц, которые отказались выполнить этот приказ, может такой вопрос в повестку дня стать. То есть есть предмет для изучения? Да, разумеется. А офицеры, которые поступили так, как поступили, не подчинились приказу или за приток, ну все равно это в форме приказа и декрет, что бы это ни было, это приказ, которые не подчинились, если они не согласны с этим, потому что есть в воинских правоотношениях, есть понятие преступного приказа и так далее. Если считаешь, что это приказ преступный, доложи кому надо, как надо, вырази свое несогласие официально, подай рапорт и уходи. Как с тобой поступить, в зависимости от военной времени, могут и отправить, значит, в места, и столь отдаленные, и мирные, просто, наверное, уволить и так далее. Это что касается правомерности, правомощности того, что произошло со стороны упомянутых вами должностных лиц. Что касается целесообразности, я с вами согласен, проведение совместно с кем-то, с какими-то другими вооруженными силами, учений на территории страны, которая, скажем так мягко, не в простых отношениях с российским государством находится, это чревато. На мой взгляд, так нельзя, так нельзя с Россией поступить, что любая недружественная, а то и враждебная акция против России нам еще уходится. Мы за это в нашей современной истории платили и еще будем платить. Потому что как мы, суверенное государство, поступить, как мы желаем, так и Россия, суверенное государство, и однажды может врезать. Идти на обострение в отношениях с этим государством нехорошо, с моей точки зрения, нецелесообразно. Поэтому я призываю всех участвующих в этом процессе должных лиц договариваться найти, что называется, общий язык во имя национального интереса. Нашу с вами встречу в эфире мы проанонсировали в социальных сетях. И вот спасибо нашим телезрителям. Был целый ряд вопросов. Один из них вот такого характера. Что такое национальная безопасность? И что такое национальная безопасность Республики Молдова в частности? В чем она заключается? И в чем вы лично видите стратегию национальной безопасности Республики Молдова? Это очень серьезный и очень объемный вопрос. За отведенное вам время еще на 10 передач не хватит. Тем не менее, давайте попробуем. Наверное, вопрос вашего зрителя связан или задан в этом контексте, в контексте того, что происходит. Так вот, я заявляю, что на национальную безопасность, на нашу территориальную ценность, я скажу напрямую, это решение может влиять недобрым, отрицательным образом. Мы имеем целую часть территории, которая не подчиняется, не находится под реальной резиденцией кишиневских властей. Мы имеем... Сепаратистские тенденции, кстати, не закончились. Что это где-то поддерживает Россию, поддерживалось раньше и сегодня. Это другой вопрос. Это, на мой взгляд, очевидно, но это входит в сферу интересов. И Россия, так как входит в сферу интересов американцев, значит, находиться здесь, видимо. Но это речь идет, в конце концов, сведется к тому, что дерутся, противодействуют, соревнуются, борются между собой великие державы или великие группы больших государств и так далее. Поэтому в нашем случае наиболее целесообразное поведение, наиболее соответствует нашей национальной безопасности, положение нейтральной страны. Мы должны понимать, что все эти контингенты бесследными не проходят. Рано или поздно, причем независимо от того, является ли там... Одной из сторон является мусульмане, которые, как известно, джихад у них в сознании, в крови, в сердце. А кто бы там ни был, рано или поздно мы от этого можем пострадать. Поэтому лучше соблюдать нейтральность, что касается безопасности в данном случае. Ну, давайте с точки зрения состояния или положения, с точки зрения обороноспособности нашей. Ну, какая обороноспособность? Мы что, контролируем наше небо? В нем гуляет кто кому как не лень. Ну, что? У нас нет ни одного танка. Я даже не знаю ту армию, извините за это сравнение, которая нападет на нас, мы сможем отразить ее таки. А из этого следует целый ряд других выводов, что касается национальной безопасности. Поэтому еще и еще раз говорю. Вот мы имеем разброд и шатание наверху. Это нехорошо. Это не способствует слаженной, служебной, деятельной, служебной, слаженной работе внизу. Поэтому они должны договариваться, должны до этого, нехорошо, негоже, такого уровня должностным лицам выйти в прессу и пикировать, ударять друг друга различными этими, направлять такие вот ядовитые стрелы, заявления политического характера. Причем, вот мы, простые граждане, мы не выдаемся. Неужели они не понимают, что так нельзя? А так нельзя. Поэтому еще раз повторюсь. Нравится, не нравится. Если считается, что политика, которая ведет главнокомандующий, в данном случае президент республики, противоречит интересам республики Молдовы, так для этого есть формы и методы решения этих вопросов. Есть формы и методы влияния на него. Есть, в конце концов, процедура импичмента. Процедура импичмента, если он нарушает конституции, там найдутся две трети, которые вы знаете, об этом ваш канал говорил раньше. Примените, работайте, я не знаю, встречаетесь, договаривайтесь, анализируйте и перед народом выходите с общими согласованными решениями. Так в нормальном государстве делают. И я надеюсь, что рано или поздно и те, и другие поймут это. Уже звучала мысль о том, что вот этот спор, или точнее результат вот этого очередного витка напряжения между правящим большинством, между правительством и президентом, он должен был перенестись, в последнем в этом случае, на юридическую площадку, на площадку конституционного суда, куда, в общем-то, и отправил запрос президент. И уже после решения конституционного суда уже было бы понятно, кто здесь что нарушил, и следует ли нашим воинам было бы отправляться в Украину. Ну, пропустили бы эти учения, например. Ну, может быть, раз, если бы признали, что решение президента не обладало достаточной легитимностью, значит, дальше бы в других учениях бы участвовали. И же, если конституционный суд подтверждает правоту президента, то тогда уже в этих вот списках этих учений наверняка бы, ну, произошла такая, то есть, разрядили бы какие-либо планы правительства. Вовсе не обязательно было спешить. С этим, конечно же, нужно дожидаться решения конституционного суда, хотя президент, когда что и лицо, очень часто находится в таких ситуациях, когда некогда ждать те или иные решения, потому что отвечает то он. Это конституционный суд, у нас вольная форма, значит, у них полгода и так далее, а у президента нет и полминуты, иной раз может сложиться такая ситуация, и получаса нет. Поэтому он должен делать так, как он считает нужным. Если кто оспаривает, пусть оспаривает и в установленном порядке, но эти люди должны были подчиниться, соответствующие военнослужащие и соответствующие взрослые лица должны были, обязаны были подчиниться президенту. И рано или поздно, мне кажется, ну, если будет такая же власть, такого же направления явно в сторону НАТО и так далее, то, может быть, они их это все как пронесет, спасутся. А если нет, я как военный человек, я не могу себе представить, чтобы я не подчинился к главнокомандующим. Я просто, и такие, как мы, да любой человек в погонах, это трудно себе представлять. Ну, вот, на ваш взгляд, исходя из того, что сегодня происходит в высших эшелонах власти, могли бы события идти и развиваться по совершенно иному сценарию, чем то, что мы сейчас наблюдаем. Понятно, что в истории сослагательного наклонения, так сказать, его просто не присутствует. Есть то, что есть, тем не менее, вот, гипотетически, можно было бы, наверное, предложить, предположить, что конфликт был бы исчерпан тем, что правительство бы отменило свое решение об отправке контингента. Тем не менее, они поступили иначе, контингент отправили. И еще раз напомню, что отправили в страну, которая раздирает внутренний вооруженный конфликт. И ни с кем не будет связано с Россией, с интересами России. Это же происходит у непосредственных границ. У границ Российской Федерации, да. Россия не может равнодушно с этим наблюдать. Это же коню понятно. Ведь уже понятно, что будут, или уже объявлен один из тех высших офицеров, которые пострадают в результате принятых шагов. Но, возможно, Конституционный суд, то есть, могут последовать, например, и еще какие-либо приказы главнокомандующего президента страны о наказании тех или иных лиц за то, что они ослушались приказа. Вот, ваше видение того, что, на ваш взгляд, ну, чем это все-таки может обернуться для национальной армии? Ну, во-первых, правительство не должно было принять названное вами решение без предварительного согласования с президентом. Не имело права. Я говорю о регламенте внутренних взаимоотношений. Но они ссылаются на то, что они связаны различными соглашениями. И, тем не менее, под таким решением, значит, должно быть предварительно согласительная, согласующая подпись президента. Я утрирую, потому что президент не должен подписывать предварительно, но согласовывать с ним обязан. И тогда бы не было этого. Они должны между собой договориться в кабинетах, а потом выйти с единым решением. Вот как в нормальном государстве. Очевидно, что кому-то здесь, как внутри, так и, прежде всего, из-за рубежа, я имею в виду тех, которые управляют нами из-за рубежа, выгодно, чтобы этот разброд, этот беспорядок у нас развивался и далее. Потому что чем слабее государство, это, очевидно, ослабляет наш государство. Чем слабее государство, тем легче таким государством управлять и решать там свои интересы. Не секрет же, что борьба, я повторюсь, идет на самом верху между штатами, между Россией, а на самом деле между главными обладателями финансового капитала в мировом плане. А мы только территория, где происходят упражнения военного характера и так далее. Поэтому правительство должно было согласовать с президентом и только после этого, по приказу, по распоряжению соответствующего со стороны главнокомандующих, эти люди должны были идти или не идти. Кстати, я не знаю, либо молодость, либо неопытность, но это же решение, если они уж... Я сейчас не даю им рецепты, как надо было поступить. Просто надо было уволить этих людей, если такое уж, как поступили против нас. Вовести за кадры. Да, против нас в 92-м году. Кто воевал? Кадровые сотрудники 14-й армии. А что до этого предварительно сделали? Они уволились, стали гражданскими лицами и российское государство нам говорило, это не наша армия, это свободная граждан. Так и тут. Если тебе очень хочется искать приключения где-нибудь там в каком-нибудь театре военных действий, потому что мы не наивные люди и не понимаем, что там они не в бирюльки играют, не грибы или марки собирают. Они занимаются серьезными делами, которые могут аукнуться. Я еще раз это скажу. Нам что? Не хватает, к примеру, в Спании, в Франции, в Италии, где угодно. Смотрите, как отвечают, если говорим только об арабском ответе, скажем это так. Поэтому можно было этих людей вывести, как вы выразили, за кадрами, поезжайте на здоровье, на собственный страх и риск, но не втягивайте в это государство. Если у тебя есть какие-то ангажементы перед дядей самым, например, или перед другим дядем ближе к нам, где к какому-нибудь Брюсселе или Берлине, то можно и это нормально и красиво делать. Но при этом ты все равно должен согласоваться со своими, потому что, когда будем мстить за действия наших молдаван, то страдать будут все молдаване, не только эта группа, а и те или иные политические фигуры, которые на тот или иной момент возглавляли соответствующие ведомства. Мы поговорили в частности об Украине, но между нами и Украиной есть такой кусок территории Республики Молдовы, которая сегодня, как вы уже сказали, не является юрисдикцией официальных кишиневских властей. Я говорю о Приднестровье. И сегодня, насколько известно, правительство Молдовы готово поднять в рамках Ассамблеи Организации Объединенных Наций вопрос о выводе иностранных военных с территории Республики Молдова. Понятно, о ком идет речь. Речь идет о российских военных, которые находятся на территории Приднестровья, охраняют склады, ставленные еще со времен 14-й армии. Москва, насколько я знаю, предлагала официальным кишиневским властям не выдвигать этот вопрос на обсуждение. Чем это грозит нам, как вы думаете? Вот такая настойчивость. Во-первых, ведь раньше еще говорилось о том, что Кишинев за то, чтобы изменить и формат миротворческой миссии, чтобы поменяли, во всяком случае, мандат и перевели ее в полицейскую миротворческую миссию. Понятно, что подавляющее большинство политических партий, в том числе правящих партий, зависит от какого-то зарубежного дяди. Понятно, что мы в целом зависимы. Мы, к сожалению, не зависимы только на бумаге. И это очень нехорошо. Это все понятно. Но когда ты осуществляешь свою внешнюю политику, то ты должен внутри, здесь, со своим другом, братом, сватом, коллегой по партии, коллегой по парламенту, определить равнодействующую, которая будет полезна твоей стране. Мы не должны действовать в интересах России. Мы не должны действовать в интересах США, к примеру. Но мы не можем с такими интересами не считаться. Вот что надо понимать. Поэтому в умении, да это Георгий говорил, великие историки, другие, у дел таких наций, такого масштаба, скажем, как мы, аккуратно смотреть, чтобы какая-нибудь лапа какого-нибудь слона, я лапа сказал, а у него не лапа, случайно тебя не раздавило. Нет у нас других вариантов. Мы, к сожалению, не Израиль, чтобы кому-то что-то диктовать в этом мире. Поэтому еще раз говорю, исходить надо было из того, что все-таки значительная часть молдавской территории, той Молдовы, которую нам оставил Штефан Чермаль, находится около 40 тысяч квадратных километров, находится на территории Украины. Ты вот о ком думаешь, когда ты идешь и поддерживаешь Киев? О том, что когда-нибудь эти земли вернутся к тебе, при условии перспективы того, что происходит на Украине? Мы не помогали им разлагать свое государство, мы не внушали им, не подсказывали ссориться с Россией и так далее. Ну, очевидно, куда ты идешь. Так, наверное, надо думать о завтрашнем дне. А когда ты идешь и поддерживаешь сегодня Киев, то ты на кого работаешь? Вот в чем дело. Поэтому думай о себе. А вот той ладони земли, на которой Боженко нас расположил. И самое главное, самое главное, слаженно и вместе противостоять, противодействовать зарубежному какому-нибудь нехорошему, скажем так, влиянию на нашей стороне. Потому что назревает нехорошая ситуация. Вот все идет к тому, что у нас в скором времени появятся двоевластия. То есть бардак в квадрате, извините за выражение. А кому это выгодно? Это выгодно кому угодно, только не молдавскому государству, а его гражданам. Это выгодно той или иной зарубежной силе. Так вот о чем надо думать, когда вы выходите и публично начинаете друг друга ругать. Об интересе страны. Вот на ваш взгляд, у молдавского правительства сегодня есть интерес запустить процесс реинтеграции Республики Молдова? Понятно, что прошло больше года с момента последнего заседания в формате 5 плюс 2, а до этого 2 года был перерыв. И между этим достаточно редко собираемся для того, чтобы обсуждать проблемы, которые накопились на левом и правом берегу Днестра. И в то же время Демарш, который по объявлению персонононграда Дмитрия Рогозина, спецпредставителя российского президента в процессе преднестровского регулирования, как-то вызывает целый ряд вопросов и сомнений относительно того, что молдавское правительство намерено идти по пути... Это мы с вами смешали несколько вопросов. Я начну с конца. Ну, во-первых, насчет Рогозина я полностью поддерживаю отношения, в частности, председателя парламента. Мне понравилось, как они его поставили на место. Потому что Рогозин действительно перешел все рамки дозволенного. И он, я думаю, что это даже в подрыве самого российского государства, интереса самой России. Так себя не ведут. Не человек такого уровня, а самый, простите, рядовой дипломат. Это что касается Рогозина. Хотя и в этом случае надо думать о последствиях. Да, ты прав, ты совершенно прав. Ты дал ему по башке и прочее, и прочее. Но что из этого следует? Что из этого последует? Каковы последствия? Потому что не всегда надо делать то, что тебе хочется, и первое решение. Наверное, они рассчитали. Я говорю, я со стороны, вот чисто эмоционально, мне не понравилось, как они его поставили на место. Что касается вашего ответа, проявляют ли они интерес к воссоединению, так вы, реинтеграцию, употребили слово. Я на этот вопрос вам не отвечу. Я вам задам другой вопрос. А можно ли воссоединить эту территорию без России? И вообще, можно найти нормальную голову в этой стране, которая считает, что можно без России? Это мы что, с помощью штатов или немцев, или французов вернем Приднестровье обратно в состав Молдова? Мы думаем, мы чем думаем? Поэтому, мне кажется, я ответил ли на тот и на другой вопрос. Так нельзя с Россией. Так нельзя. Договариваться надо, да, со всеми, и с Россией в частности, в том числе. Но и в той же России говорят о том, что договоритесь между собой, Кишинев-Стирасполь, поговисять, разгребите те завалы вопросов, которые существуют сегодня между вами. Президент Игорь Дадон уже провел ряд встреч с приднестровским лидером, Вадимом Костносельским. Это дипломатическая уловка. Россия так говорила всю дорогу. И Ельцин, мы за вашу территориальную целостность. А тем не менее, устроили нам то, что они нам устроили. Вот этот померчик именно в таких целях, для таких вот черных дней в отношениях с Россией, был создан. Одно единственное должностное лицо, высшее должностное лицо России, Селезнев, признал это публично, помните. Это очевидно. Людям, которые немножко в этих делах смыслят, это очевидно, что это. Они говорят, но все равно Россия от своего интереса в этой зоне, в этом регионе, в этой части Балкана никогда не откажется. Это же очевидно. Поэтому не надо смотреть на то, и прямо, значит, 100% верить на то, что говорит официальное руководство того или иного государства. Речь не обязательно о России идет. Так все себя ведут. А надо реально смотреть и решать наши родные, кровные, национальные интересы. Вот всех тех, которых Боженко собрал на этой земле. Ну, сегодня ведь политическое сообщество, политологическое сообщество, наблюдатели за теми или иными процессами, которые проходят в Молдове, заявляют о том, что мы абсолютно не самостоятельные государства. Мы сегодня попали, попав в орбиту интересов внешних наших партнеров, больше исполняем, знаете, такие партитуры, прописанные нам. И вот в этих условиях нам не хватало только разброда наверху, да? Ну да, конечно же. Тем более нельзя ругаться там. Здесь, наверное, стать промолдавским правительством, промолдавским парламентом, наверное, было бы гораздо перспективнее, чем просто играть на, так сказать, на руку тем или иным внешним политическим игрокам, партнерам. И вот в этих целях они должны договариваться, они обязаны договариваться. Плохой плохотнюк, хороший плохотнюк, неважно. Значит, прав он, не прав, бандит он, не бандит, преступник, он там, договариваетесь, вы другого выхода не имеете. И когда придет время, с вами разберутся, придя в те или иные обвинения, если вы в чем-то виноваты. Вот я смотрю, и смешно становится. Все ругают вот всех этих перебежчиков, да? От Воронина, целый взвод там, еще от кого-то, остатки. И все говорят, что плохотнюк виноват. А эти люди, когда избирались, они по чтим спискам шли? Они по каким программам? То есть они, тя-тя, так нельзя. Просто, если так чисто объективно смотреть, плохотнюк нашел очень удачное управленческое решение проблем своей партии. восстановление или обеспечение мест в будущем парламента. И сегодня, по крайней мере, до следующих выборов для своей партии. Поэтому все они хорошие. И вот какие они есть, раз народ, а именно народ их туда направил. Говорят, да, с воровством, с подтасовкой. Возможно, но я что-то не видел дел, которые это доказали в суде. Поэтому глотайте, ребята. То, что вы голосовали, вот то и кушайте. И терпите. Да, понимаю. Ну, если вы уже заговорили о выборах, такой вот короткий вопрос, который предполагает, наверное, тоже недлинный ответ. На кону грядут парламентские выборы в следующем году. Вот на ваш взгляд, каким будет выбор молдавского народа в этой сегодняшней геополитической и политической внутренней ситуации, в которой мы находимся? Если в трех словах, то в общих чертах соотношение политических сил останется прежним. Я не думаю, что мы найдем сильнее. То, что не будет там либералов, это очевидно. То, что не будет там либерал-демократов, это тоже очевидно. Будут те силы, между которыми сегодня идет главная борьба. Если очень коротко. То есть, на левом крае партия социалистов, справа демократы. Все зависит от того, я еще раз повторяю, если они не заставят народ прогнать обе или все участвующие стороны, то будет то же самое. А если кто из них, резина же тоже не до беспредела, она растягивается. Может, как пружина, она же взорваться и врезать по лбу. И нужно уважительно к народу относиться и доказать ему, что ты работаешь на него. Хоть чем-то, хоть как-то. Иначе прогонит. Еще тогда вопрос. Вы, в общем-то, внимательно достаточно наблюдаете за тем, что происходит в нашей стране. Вы не просто наблюдаете, вы живете этим. И тем не менее, вот спустя столько лет, четверть века прошло, с момента обретения независимости Республики Молдова. На ваш взгляд, все-таки прошла эволюция в тех или иных вопросах или, наоборот, деградация. Деградация в понимании того, кем и чем должно быть это государство, понимание того, как должна строиться политическая жизнь и сумели ли мы себя найти, в общем-то, не просто географически на карте Европы, а вот ментально и политически. Тоже в двух словах. Ну, можно и не в двух словах. Произошла эволюция с плавным переходом не просто в деградацию, а отдельными местами в дегенерацию. Ну, жестко. Согласен. Я об этом говорю уже много лет. Да. И тогда понятно, наверное, почему возникает так много вопросов и к национальной безопасности Республики Молдова. Потому что, если уже говорить о деградации, то это, наверное, затрагивает процессы напрямую образования, формирования кадров. Здесь и экологическая безопасность, здесь и энергетическая безопасность, здесь и пищевая безопасность, есть ли состояние здоровья наций. Много-много. Здесь ментальная, морально-нравственная безопасность, смотрите, чем нас, что нам скармливает за последние, по крайней мере, лет 10. Это нас уничтожает, как по-русски, не дисфинциаза, нас расформировывает, нас уничтожает. Поэтому для того, чтобы это действие, через эти силы зла не уничтожили нас, мы должны их уничтожить. А способны мы на это или нет, 26 лет показывать, что не особо мы способны. Кажется, без посторонней помощи не обойтись. Да, ну видите, посторонняя помощь сегодня это помощь в виде грантов с западных стран. Да, и никто ее не скрывает. Посторонняя помощь... А если тебе платят грантами и так далее, то ты на кого работаешь? На того, кто тебе предоставил грант. Совершенно верно. И мы знаем прекрасно, что, ну вот, например, Запад, когда предлагает ту или иную помощь, конечно же, идут определенные условия. Вот одно из условий, если я не ошибаюсь, все-таки, вот открытие офиса НАТО. Пусть он информационный офис НАТО, но о чем и кого будут информировать здесь офицеры НАТО? Это большое безобразие. И это прямое посадка на нейтралитет. Я об этом говорил неоднократно, публично. Но возвращаясь немножко к вашему вопросу, я говорю, первые признаки оздоровления ситуации появятся, знаете, когда? Когда мы услышим, наконец, кто за эти годы, какие и на какие суммы кредиты взял, и куда, и кто их потратил. Вот как только мы начнем об этом говорить, это будет означать, что весна приближается. Но вы верите в то, что вот эти разговоры у нас начнутся в нашей стране? Или может политически интересов смеснуться так, То, что мы видим, несмотря на, что бы ни сказали о той или иной критике, то, что мы видели в эти процессы, правда, отдельно из них надо довести до ума, но мы уже имеем вступившую в законную силу процессы в отношении Филата, в отношении Платона и так далее. То, что мы видим, это хорошо, это лучше, чем ничего. Это лучше, чем было. И дай Бог, чтобы это продолжалось именно в этом направлении, чтобы прекратились политические разборки с политическими противниками, искусственно сфальфицированные дела против политических оппонентов и загадки, но чтобы такие дела шли и дальше. И народ это поддержит. И вот, кстати, если вы спросили, и опять возвращаясь к выборам, это такое поведение со стороны Демпартии, надо признать, что она управляет этими процессами, может и принести соответствующие очки на выборы. Ну и социалисты, наверное, не должны отставать. Вот с самого начала его превосходительство обещало, что разберется с пилиартом. Так надо эти дела ускорить, давать населению информацию, правдивую информацию о том, кто украл, на какую сумму, кто препятствует возвращению тогда. Вот вокруг этих проблем разгорится основная борьба на следующих выборах. Ну, мы страна, подписавшая соглашение с Европейским Союзом об ассоциации, и вот сегодня президент, сегодня это понятно, образно говоря, президент говорит о том, что о необходимости стать страной-наблюдателем в новом экономическом сообществе, Евразийская экономическая комиссия, куда входят Россия, Беларусь, Казахстан, если не ошибаюсь, сейчас заявку подает Вьетнам, еще целый ряд стран. Насколько это будет, ну, будет, будет, так сказать, сопряжено с, ну, не знаю, с противостоянием тех, кто все-таки хочет, чтобы наша страна не выпадала из орбиты влияния прозападных, то есть стран Запада? Это знаменитая постановка вопроса о том, что, к чему, заряжать под воду к лошадям или наоборот. Лошадь под воду. Да, я уже лет 20 говорю, что Молдова должна быть там, где ей выгодно. Эта идея с успехом перенял Воронинем, другие. Я не предстою. Вы нас убеждали, что Европа, открыв рынки, как раз покажет нам, что нам выгодно быть Европой. Вот когда мы продадим наши товары, там, где мы продадим наши товары, вот с теми нам надо быть в союзнических, хороших, приятельских отношениях. Разговоры, обещания не катят. Нам нужны конкретные рынки, без конкретных рынков, на которых будет реализована молдавская продукция, не будет молдавского государства, не будет молдавского народа. Это совершенно очевидно. Это азбука. Поэтому президент правильно делает, что ищет и там, и там, и там, где бы сбыть наши товары. Давайте мы ему пожелаем успеха в этом. Ну, наверное, даже, может быть, если кто согласен с действиями президента, наверное, мог бы и поучаствовать, помогая ему в этом процессе, будем говорить, на каждом, в своем рабочем месте. То есть, также кабинет министров мог бы, наверное, какую-то роль, или какую-то долю участия внести в эти процессы. Но, тем не менее, мы наблюдаем, что вот правительство делает все возможное, чтобы вызвать ту или иную реакцию Российской Федерации. Допустим, когда президент в Москве договорился о том, что амнистия мигрантам, договорился об открытии российского рынка для сельскохозяйственной продукции. Но сразу за этим следуют какие-то такие выпады правительства, ну, наезды на российские телеканалы, высылка российских журналистов. Ну, можете спориться, но нет, но в данном случае объявление о персонном грате Дмитрия Рогозина. То есть, какая-то идет цепочка событий, которая явно, ну, имеет одну цель. Помешать сегодня налаживанию, возвращению себя, будем говорить, в экономическую орбиту Российской Федерации. Пусть не политическую, пусть мы сохраним себе только рынок Российской Федерации, что даст возможность прокормиться тысячам и тысячам молдавских семей. Если у нас не было мозгов сохранить этот рынок за собой, то хотя бы надо сейчас сделать все возможное, чтобы на нем вернуться. в этом наше спасение. Я не против взаимоотношений с Мозамбиком, с Сингапуром, с Японией. Абсолютно нет. Но тут, тут очевидно, вот у меня недавно погостил родственник из Украины, он рассказывает, вот в Омске, по-прежнему о молдавском вине говорят с благоговением. Это же бренд, это в мозгах, это отпечаталось в мозгах, в желудках, в сердцах, в генах. В генах, да. Как это не использовать? И совсем другое, не потому, что туда пойдет плохой товар, нет, Россия уже тоже не та. Там появились фильтры, припоны, и там тоже капиталисты правят, кстати. Но, еще раз говорю, возвращение на тот рынок, это, в этом наше спасение. Что касается глобальной постановки вопроса, вот вы со свойственной вам мягкости подняли мне мяч для другого такого секретного заявления. Давайте. В стране нормально, когда кто-то дружит с кем-то, следующий еще с кем-то, но все дружат с интересом Молдовы. Поэтому, если у меня есть друзья в России, а у вас где, в Бельгии, это неплохо. Главное, чтобы мы с вами здесь были друзьями. И то, что надо нам, мы должны здесь говорить между собой, драться, ругаться, но между собой, не публично, не телевидно, а выступить на внешнем рынке, на внешнем фронте, если можно так сказать, едином, словом, единной договоренности, чтобы люди видели, что да, есть молдавский народ, есть молдавская нация, есть молдавский политический класс, который на свое государство работает. Походите по миру, и вы мало найдете людей, которые, которые уверенно вам скажут, что молдавский политик работает на молдавский кто на Штаты, кто на Германии на кого хочешь хотел спросить, как вы оцениваете сегодня политическую элиту промолдавской или про дальше продолжите, но вы уже ответили на этот вопрос понятно, что сегодня вам известно в каком лагере поэтому политическая элита сегодняшней Молдовы трудно назвать промолдавской она про интересов про, так сказать, следует своим собственным интересам они напрямую завязаны на какие-то экономические интересы, соответственно отсюда идет пусть каждая часть этих элит делает то, что она может делать, вот плохотнюк может сажать бандюгов, проворовавшихся пусть сажает пример миншота другое может, да дон третий пусть делает, чтобы все на пользу народу, на пользу страны пожелаем им в этом успех в публичных разборках спасибо вам большое за эту беседу я надеюсь, что мы не очень утомили наших зрителей, тем вот будем говорить поиском мягких форм выражения прямых сообщений но тем не менее, сегодняшний диктат информационного пространства таков, что сегодня очень сложно давать прямые вы не согласились насчет Рогозина, но в глубине своей души вам это тоже понравилось между нами, говорят спасибо вы смотрели программу персональный акцент, у нас в гостях был экс-министр национальной безопасности республики Молдова Анатолий Плугар следите за эфирами, будет интересно всего доброго всего доброго до новых встреч 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 Продолжение следует...